Я вообще не верю в личные отношения со стороны американских президентов. В Америке президент это фигура представительская, в общем-то там большая инерция политическая. Это у нас от президента зависит все. Личные взаимоотношения президентов это несколько другая история, нежели личные взаимоотношения конкретных людей. И безусловно, если бы не стояла политическая дилемма и не были бы такие проблемы, мне кажется, Путин и Обама могли бы спокойно завтракать и обедать в пивной России, либо в стейкхаусе в Нью-Йорке. Конфликт между Обамой и Путиным рассматривать в личностном плане невозможно, потому что Обама это суть проходящая или преходящая, а президент России это вечно. Поэтому здесь не может быть никакого конфликта, здесь есть постоянный участник мировых, общемировых процессов и человек, который на короткий срок был избран и больше никогда не будет избран в Соединенных Штатах Америки. Вообще Путин очень сильная личность и после того, как он сделал Крым России, я вот его честно зауважала. Мы говорим о том, что есть две личности, каждая из которых и олицетворяет государство, которое представляет и принимает серьезные решения судьбоносные для этого государства, особенно на фоне того, что явно дипломатические отношения между странами сегодня претерпевают не лучшие времена. В тот самый момент, когда они решили стать политиками, я думаю, они для себя приняли решение уже поставить крест на каких-то человеческих личных отношениях, межполитических. Я призывал бы не преувеличивать личностный момент в отношениях Путина и Обамы.